Хорошо. Ну, в общем-то, откуда взялась тема, это почему я решил вам про это рассказать, и, в общем-то, цели всей этой моей презентации. У меня в последнее время как-то начало складываться такое впечатление, что люди, которые работают по agile, и команды, которые работают по agile, они зачастую этот agile используют как оправдание для какого-то хаоса. Потому что мы не будем этого делать, потому что у нас agile. Ты говоришь, нет, agile – это вроде бы как система какая-то должна быть, а они – нет. Ну, у нас agile, мы же кимки, он тут все поменяется. И поэтому, когда люди делают agile, даже когда им на самом деле не нужен agile, они его делают, у них получается какой-то бардак, и они говорят, что тебе будет методология плохая, ну, или методология хорошая, я думаю, тут… В общем, поэтому первая моя цель, в общем-то, это как-то противопоставить agile, так, чтобы вы понимали, что есть еще методологии, которые… в которых можно планировать, в которых можно предсказывать наперед, в которых можно организовывать работу, в которых можно как-то больше структуры получать, понимать эту структуру. В общем, ну и наоборот, как бы, собственно, если вы будете уже работать по agile, когда вы будете все-таки выбирать agile, то чтобы вы выбирали его сознательно, чтобы вы понимали, что работая по agile, вы не просто отказываетесь там от правил, да, и защищаете свою креативность, как многие говорят, оправдывая то, что у них хаос на проекте. Вот. Чтобы вы задавались вопросом, почему мы делаем agile, почему мы сейчас делаем agile, почему мы работаем по скраму сейчас. И вот, когда вы начнете это задавать, я думаю, многие из вас, ну, как минимум некоторые точно, начнут понимать, что, ну, непонятно, почему сейчас мы работаем по agile. Ну, реально подошла бы, перед вами идеология, в лучшую. Может, действительно, нам нужен план. Ну, кто в ауксорсинге работает? Окей, у кого заказчик требует дату конца проекта? Ну, типа, когда закончится проект? Когда я перестану платить вам деньги? Ни у кого не требуют? Все. Окей. Ну, я думаю, да, большинство требует, потому что заказчики, у которых есть деньги, они обычно хотят знать, когда, сколько им денег надо, как-то распланировать наперед. Вот, когда заказчик требует плана, то, ну, agile вообще-то ему не подходит, ему не нравится по agile. Вот, можно, конечно, продаться и сказать, у нас agile, типа, отвали, и просто платить деньги не расслабься. Вот. Но, вообще, обычно заказчики хотят знать, когда эти деньги закончатся, и когда надо перестать платить. Поэтому им нужен план. Поэтому, собственно, когда вы поймете, что, ладно, может быть, нам не стоит делать agile, то я вам хочу перед вами оправдать все-таки плановую методологию разработки. Ну, и когда вы, собственно, решите, что, ладно, все, agile вам не нужен, давайте все-таки делать план, давайте делать серьезную взрослую методологию, то, чтобы вы знали что-нибудь, кроме лотерфола, ну, чтобы вы знали еще какую-нибудь, хотя бы одну, ну, хоть немножко были с ней знакомы. Соответственно, рассказать вам про рабов. Ну, теперь про себя. Так, вы, наверное, думаете, сейчас придет, расскажет, там непонятно, какой-то мальчик пришел. Поэтому я немножко расскажу вам, наврубываю немножко про себя. Я 20 лет проживательный, работал в IDM, Microsoft, Google. Сейчас я управляющий партнер в компании MC Ventures. Я, да, я все еще, я все-таки управляющий партнер в компании MC Ventures. И все равно на 7 лет я успел поработать и в гибких методологиях, и в негибких методологиях. Вот в компании Technopart, собственно, мы работали по rational unified process. Хотя реально тогда я понимал, что нам был лучше agile, подошел. Но тогда это была типа политика компании. Вот. Ну и каждый раз, когда я узнаю о том, что мы работаем по agile, а лучше не по agile, или наоборот, то вот у меня становится вот такое. Это вот, у меня такое происходит уже лет 7. Каждый раз, когда я узнаю, что это новое. Ну, я работал по RAP, по Scrum, Kanban, Waterfall. Может, еще знаете, есть методологии, кстати, к вопросу, кто знает больше двух, там, сайтов этого, которые от Finac, Finac Production. Тоже с хорошими технологиями отлично работают ребята. Да. Ладно, есть еще одна хорошая информатика. Хорошо. Что я вам сегодня расскажу? Сейчас я вам расскажу про RAP. Такое небольшое review сделаю. Потом расскажу, собственно, как в RAP делится время, каким образом мы планируем это все наперед. Расскажу вам, каким образом мы распределяем работу внутри RAP. Какие у нас цели для этого есть. И вы потом задаете вопросы. Единственное, что я попрошу, какая презентация справочная будет, и я буду постепенно идти в администрации. Если у вас возникают вопросы по ходу дела, то вы лучше их записываете и потом в конце расскажете, если вдруг я не успел на них ответить. Потому что если с вопросами, то часа на полтора у нас еще раз в город. Я поставлюсь быстрее. Хорошо. Что же такое, собственно, RAP? Rational Unified Process. В первую очередь это методология разработки. То есть после репрезентации вы сможете сказать, что я знаю еще одну методу в этой разработке. Также это идеология. Чем она, собственно, отличается от Agile? Это тем, что в ней всегда есть план. У вас всегда есть план на все. У вас есть план на день, у вас есть план на неделю, у вас есть план на ближайшую итерацию, у вас есть план до конца проекта. Он всегда есть. Даже если происходят какие-то изменения в проекте, вы переделываете план, у вас все равно остается план. Вы всегда знаете, что будет происходить дальше. Это, в общем-то, уменьшает объемы, по сравнению с Agile, это уменьшает объемы аборта в проекте. Это миф номер один, который есть про неэгипти методологию разработки, это то, что там больше работы. На самом деле там не больше работы. Если у вас есть план, если вы точно знаете, что вы будете делать, вы идете по этому плану, и он не меняется, предположим, то вам не приходится переделывать в следующие итерации то, что вы делали в предыдущие. Соответственно, вам не нужно это переделать, у вас нет реворка, и общая сложность проекта уменьшается от этого. Это вам же легче получается. Миф номер два про раб. Это то, что это сложно. Ну, на самом деле, да, это сложно. Там очень много, очень много ролей, очень много артефактов, очень много workflow сложных, которые описываются, кто зачем, что должен сделать, какой документ, в какое время и тому подобное. Но, собственно, почему это миф, скорее. Потому что раб – это в том числе еще и база знаний. Если вы делаете раб, то вы скачиваете с сайта IBM установочный пакет в строительном минифайп процесс, он разворачивается на веб-сервере, и у вас появляется вот такая вот база знаний, в которой, собственно, есть навигация, есть поиск, и вам не надо его учить здесь. Вы знаете свою роль, вы знаете роль соседа, вы знаете, кто у вас менеджер, вы знаете, какую активность вы делаете внутри этого процесса, и все, больше вам, в принципе, там ничего знать не надо. Если у вас возникают вопросы, кто это человек, что он делает в моей комнате, что он сейчас от меня хочет, ну, вы можете залезть сюда, вот, в Knowledge Base, поискать его роль и понять, почему, собственно, он пришел к вам, и почему он задает вам этот вопрос. Надеюсь, у вас, например, совсем большая компания, это эвелириент, который не знает вокруг. То есть, как минимум, раб эта методология и еще база знаний. В этой базе знаний, помимо описания самих ролей, есть еще инструкции, есть шаблоны документов, есть даже инструкции по пользованию инструментами. Вплоть до того, что, там иногда написано, что, вот, используя такой инструмент для того, чтобы сделать вот такую операцию, вам нужно нажать вот эту комп, вот эту комп или вот эту комп, и у вас тогда все получится. Ну и инструменты. На самом деле инструменты не входят в Rational Unified Process, ну, формально они приходят, не оглашаются как часть Rational Unified Process. Но сама компания Rational, перед тем, как в 2003 году ее выкупила компания IBM, успела докопатить очень много инструментов для разработки. Ну, вот эта маленькая часть их, те, которые IBM проведет до сих пор. Некоторые, там, больше просто не сопротивляются, не придерживаются. Хорошо. Что... Какие лучшие практики у нас есть? Рап. О чем говорит Рап? Ну, для начала, опять же, так, чтобы все понимали, Рап не говорит, используй меня. Используй меня полностью. Rational Unified Process можно использовать частями. Можно оттуда взять только те практики, которые вам нужны. Это написано на первой странице вот этой вот knowledge base. Но, тем не менее. Первая практика. Разрабатываем процесс. Процесс у нас итеративный. Разрабатываем итеративно. Единственная разница в итерациях в Рапе и в итерациях, например, в Scrum, что цели для итерации могут быть другие. В Scrum у нас в конце каждой итерации, в конце каждого спринта должен быть поставляемый продукт, который мы теоретически можем прямо продать пользователям. В Рапе у нас нет поставляемого... Ну, если он у нас есть, то он у нас в лучшем случае запускается. И все. Это все, чего требует от нас Рап от результатов итерации. Все остальное будет зависеть от специфики вашего проекта. Но все равно есть итерации. Мы все равно очень регулярно обращаемся к целям этой итерации. Смотрим, успеваем мы, не успеваем мы. Выполнили мы цели, которые мы себе назначили заранее и не выполнили. То есть, в принципе, такая прозрачность играется таким образом. И плюс риски на ранних этапах появляются легче выходит. Мы управляем рекламентами. Мы управляем требованиями внутри этого процесса. Мы не просто приспосабливаемся к требованиям, которые у нас возникают как большая. Мы не реагируем на них. Мы им управляем. Когда они приходят к нам новые требования, или когда мы их только-только выясняем. Ну, как я уже говорил, у нас есть для всего план. Там, ну, как минимум, вот в самой вот этой knowledge base есть вот такой workflow, в котором описано, что сделать, когда у вас появляется новое требование. Как сделать, как провести требования от идеи о том, что я хочу вот это, до изменений в планах и работы в команде. Мы используем компонентную архитектуру. Она позволяет, в принципе, изменять требования по ходу дела, но для того, чтобы уменьшить риски, для того, чтобы по ходу проекта у вас не поменялось половина, чтобы у вас не разломалось все, В чем нужно использовать компоненты? Нужно так, чтобы любое изменяемое требование, или пока вы в течение итерации работаете над каким-то требованием, каким-то компонентом, чтобы не задевались другие компоненты. Визуализируем. Мы визуализируем наш продукт еще до того, как его программировать. Собственно, компания Rational изобрела язык, который называется UMA, Unified Model Language, если не ошибаюсь. Кто-то видел его, пользовался. Вот, да, он довольно знаменитый. Вот, собственно, вот это вот визуализация компонентной архитектуры, ну или там каких-то компонентов, сделанная в UMA. Еще даже больше скажу вот по поводу инструментов. Есть инструмент, который называется Rational Roads, если не ошибаюсь, который позволяет на разных этапах проекта вообще нарисовать вот такую компонентную архитектуру, нарисовать диаграмму классов, написать зависимость, потом нажать одну кнопку, и он создаст полностью репозиторий на большинстве современных языков программирования, позволяет это сделать. То есть у вас сразу появляются репозитории проекта уже с созданными классами, с методами. Единственное, что данное будет сделать, это написать эту реализацию. После того, как он создается, вы можете нажать, он даже будет компиливаться. Это может быть результатом вашей первой трассы. Очень удобно. И мы тестируем. Мы тестируем наш софт все время. Мы его тестируем с самого начала. Собственно, миф номер третий про неэгиптные методологии разработки, о том, что мы вначале долго думаем, потом долго разрабатываем, только в самом конце приступаем к тестированию. Это не правда. Мы начинаем тестировать с самого начала. Только в самом начале мы тестируем требования, потом мы тестируем архитектуру, потом мы тестируем наши прототипы, наши начальные, то, что мы в самом начале разработали, и в самом конце мы уже тестируем полностью всю систему. На начальных этапах мы вообще можем заниматься, я буду дальше рассказывать про другую, про фазы. На начальных этапах, когда мы выбираем архитектуру, мы можем делать прототипы, тестировать эти прототипы, заниматься performance-тестингом, reliability-тестингом, подбирать архитектуры. Может быть даже автоматизировать какие-то базовые функции для того, чтобы автоматизировать тестирование каких-то базовых функций. В agile командах до этого иногда даже руки не доходят. То есть люди колбасит функционал и для этого забывают, ну у них не доходят руки для того, чтобы вообще заниматься performance, например, для reliability-тестингом. Многие этим вообще не занимаются. И мы контролируем изменения в продукт. Опять же, то есть вначале мы управляем требованиями, когда они у нас только появляются, потом мы контролируем эти изменения, мы выбираем, какие из этих изменений нам подходят, какие не подходят, какие поломают наш продукт, какие, возможно, не поломают, насколько это будет сложно, сколько это будет стоить. Когда у нас приходит новое требование, не просто Product Owner вложит это все в бутлок, там ставит самый большой приоритет и говорит, теперь делайте. Мы контролируем эти изменения, мы можем ему сказать, ну у нас нет Product Owner, но есть там системный аналитик, мы можем ему сказать, что нет, это будет слишком дорого, это поломает на пол проекта, поэтому выбираем. Либо мы совсем все поменяем, либо выбираем что-то требуем. Ну, мы можем это контролировать. И для этого у нас, и мы не сможем вам ничего возродить, потому что, собственно, у нас для этого есть план, в плане написано, почему мы можем это сделать, почему он должен нас подслушать. Соответственно, миф о том, что нельзя вообще вносить изменения после начала проекта. Можно. Можно менять проект, но нужно контролировать этот процесс. Хорошо. Про графику. Вообще про процесс. Весь процесс можно описывать вот такой вот картинкой. Я думаю, вы когда-нибудь видели эту картинку. Точно, это очень знаменитая картинка, которая вылазит просто в 90% запросов, результатов по запросу Rational Unified Process. А, это как раз наводки, да, которые обещали? Хорошо. Значит, по горизонтали – это время, как вы понимаете, которое проходит от начала проекта до конца. По вертикали – это статическое состояние этого процесса, этой методологии. По горизонтали у нас есть 4 фазы, которые разбиты на итерации, и по вертикали у нас есть 6 основных дисциплин и 3 вспомогательных дисциплины внизу. Вот это вот то, что тут нарисовано, то, что тут закрашено – это отображение того, насколько мы миссируемся на той или иной дисциплине по ходу проекта. Как видите, в начале проекта мы очень много занимаемся бизнес-моделированием, мы занимаемся требованиями, а под конец проекта мы этого почти не делаем. Зато под конец проекта мы делаем много деплоймента, и мы делаем много configuration change management. Мы занимаемся этим. По джанам и татологикам мы этого не делаем. По джанам и татологикам у нас каждая итерация, как вы помните, это такой маленький отдельный проект, в котором есть все и всего примерно порога. Теперь расскажу про фазы. Первая фаза – вот эта. Это insertion. Это фаза, на которой мы должны выяснить вообще, что у нас будет за продукт. Получить какое-то первое видение этого продукта. Нам нужно создать один небольшой документ, который называется vision, в котором будет описание того, что этот продукт будет из себя представлять в будущем, и описать обязательно в этом vision критерии для успешности проекта. То есть описать, сколько мы за этот продукт готовы заплатить и сколько во время мы можем пройти. На 10-20% мы делаем use case model – это, в принципе, наши требования. Мы не должны на этой фазе описать полностью, но нам нужно описать хотя бы немножко то, что мы будем делать, какие пользователи у нас есть в этой системе и что они хотят от этой системы. Ну, общий слогарик, финансовый прогноз, начальные риски, написать начальный проект-план, разметить фазы и создать один, ну, лучше два продатива, чтобы показать стрейхолдерам проект. В конце инсерча у нас есть milestone lifecycle objectives, на котором все стрейхолдеры должны согласиться с тем, что да, это именно тот проект, который мы хотим, это именно тот продукт, который мы хотим, и мы действительно хотим его делать, мы хотим его имплемировать. Если вдруг оказывается, что они не согласились по какой-то причине, мы можем проект либо пересмотреть, либо вообще отменить. Ну, потому что снова будет не успешный проект, но зато мы не слишком много за него заплатили по-нашему. Вторая фаза – collaboration. На первой мы выясняли требования и, в общем-то, больше разговаривали с бизнес-аналитиком, с заказчиком по поводу требований. На фазе – collaboration мы много разговариваем с архитектором. Наш архитектор должен сказать нам, каким образом будет построена эта система, создать архитектуру. Плюс бизнес-аналитик тем временем или системный аналитик занимается написанием требований, он эти требования детализирует, он их выясняет, и к концу фазы – collaboration у нас должно быть более 80% требований уже выяснено для того, чтобы мы их могли сферизировать. Также, как я говорил, мы тестируем прототипы на фазе – collaboration. Мы выясняем, насколько они живучи, насколько они… какой у них перформанс, насколько они надежные. И по вот этим вот данным мы, в принципе, можем установить еще и дополнительные требования. Например, на перформанс этой системы или на количество пользователей, которые она будет поддерживать вспомогательные требования. В конце фазы у нас должен быть исполняемый архитектурный прототип, надо пересмотреть наш риск-лист и нужно обязательно написать план на весь проект. На весь дальнейший проект у нас должен быть план разбитый по итерациям, на итерациях должно быть написано, что в конце каждой итерации должно быть сделано, какой является цель этой итерации и по какому пределю мы будем определять, выполнена она успешно или неуспешно. На основе вот этого Cycle Architecture, который у нас идет в конце фазы collaboration, в общем-то все стейкхолдеры должны спросить у себя и у друг друга и у команды, насколько стабильны наши требования, насколько стабильна наша архитектура. Верим ли мы в то, что эта архитектура действительно подходит под этот продукт и наша продукция, эта архитектура будет работать, она надежная, она стабильная. Верим ли мы в то, что наши требования стабильны, что мы в ближайшее время не захотим взять и переписать их полностью с нуля или переписать значительную часть этих требований. Единственное, у нас все достаточно стабильно, просто это последняя фаза, на которой мы еще не тратим много денег. У нас работает архитектор, работает системный аналитик, проект-менеджер, может быть еще какой-нибудь разработчик, может два архитектора работать. Но это четыре человека. Мы еще не доверим систему в целом, там еще нет много людей, которым надо платить много-много зарплаты, много-много денег. Поэтому перед тем, как нанимать всех этих людей и включать их в команду и тратить много денег, нам нужно убедиться в том, что мы готовы делать этот продукт. И делайте вот так, как мы только что запланировали. Следующий паттер. Опа. Наслабились, да? Я пошутил. Продолжай. Хорошо. Следующий паттер. Construction. Тут все более-менее просто. На этой фазе мы и делаем наш продукт. У нас есть архитектура, у нас есть структура, у нас есть уже обозначенные методы в классах. И нам теперь надо только их заинприментить, сделать эти фичи там. В течение этой фазы может работать одна, две, три команды. Они делают это параллельно. Они разрабатывают свои компоненты. Они проходят через те же самые итерации. В этих итерациях есть свои цели. В конце этой фазы, то есть, тут обычно много итерации. То есть, она обычно самая большая, самая длительная, самая дорогая в плане денег. В ней работает много людей. Единственное, что, я не знаю, насколько вам это будет важно, но вот менеджеру, например, на этой фазе уже не так тяжело, как на первых двух. Он уже не сильно переживает. У него же есть архитектура, у него же есть риски, он уже все спланировал, все обозначил. Все согласились с тем, что это стабильно, это все классно, он со всеми все подтвердил. Сейчас он такой сидит и выбирает, не знаю, девелопера по решению. Ну и все. То есть, он не переживает по поводу того, а выйдет ли наш продукт через две недели. Если именно все итерации идут по ходу дела и выполняются все цели этих итераций, то он точно знает, что мы идем по плану, и в конце этого плана будет продукт. Ну, потому что мы так же планировали. И заканчивается итерация монастоном, это фаза монастоном initial operation capability, на которой, опять же, все должны согласиться с тем, что продукт готов настолько, чтобы отдать его пользователям. Но это не шиповый продукт, это не такой, как в скраме шиповый продукт, который мы уже готовы продавать. Нет, продавать мы его еще не готовы. Мы его готовы просто отдать, показать, ну так, чтобы пользователи нас не плевались. Такая сеть бета. Отдать его, например, на бета-тестирование, вот после construction фазы. И если он действительно стабильный, если мы выполнили большую часть тегуры, лучше все, выполнили все требования. Теперь нам надо только по fixify, стабилизировать его, может быть, чего-нибудь подкрутить, подкалибровать для того, чтобы оно работало с пользователями. Вот тогда у нас initial operation capability milestone проходит, и мы можем переходить к фазе, которая называется transition, на которой, опять же, работы у нас уже не слишком много. Может быть, самые нетерпеливые члены команды могут в ситуации уже не уходить. Будут работать, по-прежнему, архитектор, техлит, там, кто-нибудь, кто будет эту систему внедрять. Система общих. Система общих тоже много, они там будут работать, плюс пользователи сами будут смотреть. Значит, на фазе transition мы делаем бета-тестирование. Если это какая-то система корпоративная, которая заменяла, может быть, другую систему или заменяла несколько систем, но на фазе transition они должны работать параллельно. Мы выключаем старые системы, подключаем новые системы, учим пользователей, учим менеджеров, ну, а тренинги для них проводим, ну, а если это какой-нибудь коробочный продукт, который мы потом будем продавать конечным пользователям, то тогда на фазе transition нужно еще учить маркетинг-команду, служо, для того, чтобы они умели это подавать, саппорт-команду, которая потом будет поддерживать пользователей после, собственно, релиза. Ну, и в конце transition у нас milestone, который называется product-release, на котором мы, как обычно, задаемся вопросом, и вопросом мы задаемся, а успешен ли был бы наш проект. Мы поднимаем наш vision, который мы делали на фазе inception, смотрим в него success criteria, смотрим, успели ли мы в план, успели ли мы вписались в бюджет, выполнили ли мы всю функциональность, которую мы хотели выполнить. Ну, и если мы не выполнили, то, конечно, релиз от экрана, это, конечно, круто, можно сходить на релиз, выпить шампанского, но, в общем-то, радоваться нечем, потому что проект считается неуспешным. С самого начала решили, что успех будет другой. Ну, если вписались, то можно радостно выпить виски. Ну, не знаю, кому что нравится. Пинакова. Хорошо. По итерациям. Я расскажу. Каждая фаза, в принципе, состоит из итераций, мы все равно делим на итерации, мы не делаем фазу целиком, мы ее разбиваем на итерации. Вот сейчас тут видно. Вот наши четыре фазы. В каждой фазе у нас есть несколько итераций. В общем-то, в каждой итерации мы в любом случае выполняем все дисциплины, то есть от бизнес-менеджмента до деплоймента. Всего делаем понемножку. Но вот здесь видите красным подсвечено то, на чем мы фокусируемся. Если в первых итерациях мы фокусируемся больше на требованиях и бизнес-моделях, но в последних итерациях мы концентрируемся на тестировании, на транзишинге и деплойменте. Вот здесь у нас происходят наши многстоуны. В принципе, все. Важный момент. Итерации у нас необязательно фиксированной длины. Вот как в скайбе. В скайбе у нас таймбокс итерация, потому что мы две недели и все. Все, что мы успели за две недели, выкинули и делаем даром. Нет, тут необязательно фиксирование длины. Единственное, что длина у нас фиксирована на нашем плане. Если мы изначально запланировали, что у нас итерация будет три недели, то да, по окончанию этих трех недель мы смотрим, успели мы за три недели или не успели. Если мы не успели, значит мы выбираем с ней traffic. Дальше итерация у нас может быть по плану две недели. И опять нам надо будет через две недели посмотреть, успели мы сделать то, что надо или не успели. Но и цели до итераций меняются. Если, скажем, у нас есть продукт наш, его можно описать таким образом, у нас есть архитектура, у нас есть два модуля в них, у нас в каждом модуле есть по паре функций, и UI элементы, один или два каких-то UI элементов в каждой этой функции, маленький продукт, все эти продукты, то Scrum, например, говорит о том, что если у нас есть все эти требования, то в итоге мы их разобьем на итерации вот так. У нас будет семь спринтов, в первом мы сделаем первый UI элемент, половину первой функции, там где-то четверть модуля, который будет работать, и вот чуть-чуть еще там архитектуры, для того, чтобы все это как-нибудь завелось и поднялось. И после этого вот этого коллекса нам теоретически в Scrum надо еще и клиенту продать. В основном мы сделаем второй UI элемент, допилим первую функцию, но при этом мы, скорее всего, переделаем немножко то, что у нас было в первой итерации сделано. Мы допилим первый модуль и опять же немножко переделаем то, что мы делали в первой итерации. Архитектуру тоже там немножко допилим и немножко переделаем. К седьмой итерации у нас будет сделано вот это все, а архитектура будет вот такая радужа. Потому что мы каждый раз что-то переделываем. Мы в каждой итерации берем и перепиливаем вот все, вот по всей вот этой вертикали. Вот так, все, что мы можем сделать. Ну, если архитектор в самом начале, вот здесь, в первом спринте, принял какое-то, ну, не совсем стабильное решение для архитектуры, то где-то после седьмого спринта нам, наверное, надо будет делать какой-нибудь стабилизационный спринт, а может быть два, а может быть три, а может вообще сказать, что это был первый релиз, а второй релиз мы будем делать по-разному, потому что нам надо переписать всю архитектуру. То на файле мы можем сделать просто вот так. Мы делаем на файзе лаборейшн у нас есть две итерации. На первой мы пишем пол архитектуры, на второй еще пол архитектуры. Здесь мы делаем там какую-нибудь сетку из компонентов, здесь мы наполняем ее немножко и стабилизируем, и проверяем. Потом в первой итерации констракчен мы делаем первый модуль, во второй итерации констракчен мы делаем второй модуль и две фичи, в третьей итерации делаем первую фичу два иеральных компонента. Вот здесь тестировщики занимаются у нас модульным тестированием, занимаются перфоманс-тестингом, вот здесь они начинают тестить UI, в пятой итерации у нас только UI компоненты, которые уже на какие-то реализованные бизнес-модели вложатся. И надо тестировать только UI здесь. И, соответственно, здесь у нас рекорды нет, потому что когда мы делаем первую итерацию, мы знаем, что вот этот пятый, шестой, седьмой итерации мы будем делать в пятой итерации. И они у нас потребуют вот такой метод, вот такой метод и вот такой метод. Ну ладно, может не в первой, но во второй. Когда мы будем второй модуль делать, то мы точно знаем, какие методы нам понадобятся, чтобы реализовать вот эти UI компоненты. Мы эти UI компоненты реализуем, но реализуем в каждой итерации. Ну, просто плавно, не знаю, придумал кто-то, но суть в том, что у нас рекорды здесь практически нет. Мы, если по плану себе, если, конечно, мы, если у нас нет change management, если у нас есть change management, если у нас приходят новые требования, то нам придется все-таки делать какой-то рекорды. Скорее всего, но каждый раз, когда мы будем принимать решение о том, что да, мы хотим здесь что-то изменить, у нас будет такой документ, который будет написано. Нам это будет стоить вот столько. Ну, мы будем знать, что если это столько нам стоит, ну, а стоит ли? Ну, если стоит, то тогда мы это делаем. Тогда у нас change management. Ну, и статическая структура. По фазам, по итерациям это выглядит вот так, а по вообще-то у нас там есть. Первое дело, у нас там есть работники, которые выполняют функциональность. Миф номер пять. Пять. Миф номер пять о том, что для того, чтобы делать раб, надо много-много людей, потому что у нас там много ролей, на каждую роль нам надо по человеку. Неправда. У нас человек реальный может выполнять несколько людей. Точно так же, как одну роль может выполнять несколько людей. Раб всего-навсего просит вас удостовериться в том, что все эти функции выполняются, ну, к минимум, все те, которые вы хотите, чтобы вас выполняли, чтобы они выполнялись с кем-то. Ну, кем-то, это не очень принципиально, но вы это должны запланировать. У вас есть план на это. Таким образом, вот этот воркер, вот этот работник, это скорее роль такая. А уже реальный ресурс, который будет выполнять эту функциональность, это совсем другое. Это совсем... Ну, они мало связаны. Они связаны только тем, когда он выполняет именно эту функцию. Тут еще есть такой плюс, потому что если у нас уже есть план на всю, на весь проект, то мы можем запланировать даже изменения в команде. Нам не нужно иметь кросс-функциональную команду там из 7 плюс-минус 2 человека. Мы можем реально запланировать то, что у нас на первой фазе будет 2 человека, на второй фазе 5 человек, на construction у нас будет 25 человек, а на transition останется 10. И даже можем запланировать, кто конкретно там останется, и какие роли они при этом будут выполнять. И люди, которые не нужны на transition, они не будут сидеть и думать, зачем я здесь сижу, что я тут буду делать. Они смогут заниматься другими проектами, они могут выполнять какую-то работу, которая им больше подходит. В то же время люди, которые выполняют сразу несколько ролей, это не просто функциональность, которая есть в России, это такая скорее мультифункциональность. Человек, который выполняет несколько ролей, который делает разную работу, возможно, даже на разных фазах он делает разную работу. На первой фазе он у нас какой-нибудь бизнес-сенарий. На первой фазе, например, он выявляет требования, а на последней фазе он очень пользователь. Ну, отлично, хорошо. Если он может такое делать, это прекрасно, это всегда хорошо. Но раб от нас не требует того, чтобы был вопрос функциональности, чтобы не каждый человек, который он мог научить пользоваться. Все эти сотрудники вот этого роли, они выполняют какие-то активности, какую-то работу. Вот обычно у каждой активности есть один ответственный работник, одна ответственная роль, которая выполняет вот эту вот активность. И в ходе активности у нас возникают артефакты, то есть что мы делаем, что есть результатом нашей работы. Вот эти вот красные шутки, это вот артефакты. Обычно активность, она изменяет какой-то артефакт. Артефактом может быть все, что угодно. Это документы, это биограмма, это отчет, это исполняемый код, это протетип. Вот это все артефакты. То есть каждая активность, она в итоге какой-то артефакт оставляет после себя что-то, кроме просто сделанной работы. И воркфлоу. Воркфлоу это собственно описание того, какая роль делает какую активность и какой артефакт при этом смотрит. Вот это все. Вот это как раз воркфлоу. Он такой комплексный, но есть, наверное, взятый оттуда из какой-то заглавной статьи, в котором описывается, если не ошибаюсь, тут как раз процесс тестирования описан, какие есть артефакты, которые влияют на тестирование, какие роли у нас есть, какие активности у нас в тестировании, есть. Все вот это, вот это все описание, оно лежит в knowledge base, который мы установили, когда мы начинали делать тапку. Но так, чтобы вы примерно понимали, сколько у нас всяких ролей, артефактов, активностей и прочего, я попытался собрать. Честно, я бы собрал где-то что-то, наверное. Она просто не помещалась, тут же было не видно, что вот это вот за иконка, когда я это совсем уменьшал. Примерно их вот столько. Ну, то есть, вот столько и вот много. Ну, вот так это было. Опять же, вам не надо это все учить. Это просто о том, что там все описано, там очень много. Много-много людей работали над этой методологией, описывали это все. Такой скрупулезный очень и не был процесс. И не один год. И, ну да, для того, чтобы поставить этот процесс в самом начале, где-то концепшн, придумать все-таки, кто что будет делать, вам, наверное, пригодился бы какой-то какой-то сертифицированный solution-дизайнер, который знает его хорошо, ну, вроде меня. Но потом, когда вы уже в нем работаете, вам не надо его знать здесь. Вы можете реально читать постоянно. Вы можете обращаться в эту онлайн-базу и смотреть видео. Ну и, собственно, быстренько пройдемся к этому, все-таки, чем у нас отличается РАП, СКРАМ. Нет, для примера я взял. Одну я жаю, вот, Боложаю. В РАПе у нас есть план, СКРАМ у нас есть план на две недели. Будем считать, нет. Там есть выплат, но он не считается плановым, правда? Это же просто выплат. В РАПе у нас мало реворка, то есть он есть, если у нас есть члендж менеджмент, но его теоретически мало. СКРАМ у нас куча реворка, потому что мы вообще не знаем, в этой итерации не придется для меня тоже функциональность переписывать в следующий. У нас нет планов. В РАПе у нас очень сложный процесс, который еще раз говорю, не надо учить. В СКРАМе у нас очень простой процесс. В РАПе у нас много ролей, в СКРАМе у нас три роли. В РАПе у нас куча артефактов написано, в СКРАМе несколько артефактов, из которых обязательных еще, по-моему, только половины. Остальные необязательные даже. В РАПе у нас есть итерации, в СКРАМе у нас есть итерации. Они оба итеративные, есть итерации, в СКРАМе, что цели итерации у нас другие. Но мы все равно делаем это итеративно, но мы все равно управляем рисками при этом. В РАПе у нас мультифанциональная команда, которую мы можем запланировать, которую мы можем поменять по плану. В СКРАМе у нас просто функциональная команда, которую мы не планируем менять там людей. Мы реагируем, если вдруг у нас поменялись требования, то мы можем, сама команда, салф-менеджер должна решить, что, возможно, вот этот тебе, наверное, больше не нужен, а нужен какой-то другой. У нас может быть в порядке делом. Ну и РАПе у нас позволяют какие-то изменения в требованиях по ходу дела? Ну, небольшие. В принципе, он больше подходит для процессов, когда вы не предвидите изменения требований, когда вам нужно сделать что-то очень критичное для своей цели, для фирмы, для продукта. И вам очень нужно вписаться в план. СКРАМ отлично подходит под изменяющиеся инваны. Когда у вас уже есть продукт, например, может быть, вы его, кстати, по РАПу делаете, а потом вы хотите, чтобы этот продукт завоевал рынок. Вы получаете все время фидбэк от ваших пользователей, вы не знаете точно, какой фидбэк вы получите через две недели, тогда вам очень быстро нужно поменять весь ваш продукт. Поэтому СКРАМ больше подходит для такого очень быстро, очень изменяющегося инваны. Опять же, я не говорю, что РАП лучше или хуже, и СКРАМом не лучше или хуже. Они просто, это разные инструменты, которые подходят для разных целей, для разных продуктов. Я хотел просто, чтобы вы понимали, что они... Каждый раз, когда вы работаете, чтобы вы понимали, почему вы делаете именно эти методологии. Ну, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова